Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы возвращаемся на бескрайние просторы океанического мира и продолжаем выживание в игре Брейк Уотерс. В прошлой серии мы решили побороться за звание лучшего выживальщика, а для этого все конкурсанты должны были за пару дней построить себе дом, и чей дом оказался лучше, тот и победил. Но так сложилось, что в этом конкурсе участвовал только наш герой, и его дом оказался самым лучшим. А это значит, что лучшим выживальщиком семи морей становится вот этот босоногий парень. За кадром я еще немного потрудился и довел до ума наш особняк. Построил кухню с местом для гриля и даже небольшой палисадник с цветочками. Сейчас все вам покажу. Сзади продолжают наступать деревья, честно говоря, эти деревья, друзья, меня замучили, они как тараканы. Они прут и прут и прут бесконечно, вот эти вот все деревья, у которых подсветочка внизу. Такие вот кристаллы синие, да, вплетены куда-то там в корневую систему, они ходят здесь, и они реально запарили. Я тут просто устал их высекать, они прут прям к самым ступенькам дома подходят, ничего с этим не сделаешь. Ну что ж, давайте начнем наш небольшой мини-обзор моего финального дома. Что в итоге у меня получилось? Начнем с того, что вот так вот я распределил факелы. Ночью просто потрясающе все выглядит, офигенно. Вот здесь у меня тоже два факела, оборудование я не переставлял, но в этой серии, возможно, мы займемся. Очень классно вот сюда подошли три сундучка, они же стали такой стеночкой вот здесь, немножко, да, фактурно интересной. Внутри этого дома, по-моему, у меня ничего не изменилось, кроме того, что я поставил факел вот так вот в комнате, четыре факела. Ну и давайте похвалюсь вам своей кухней. Кухню решил сделать с такой полустенкой вот здесь. Мне кажется, это выглядит неплохо, даже очень гармонично. Здесь у меня сборщик воды, собирает водичку, да, давайте заберем бутылочку с собой. Здесь стол рецептов, пара сундуков и место для гриля. Почему, собственно, оно здесь и почему оно так оформлено? Друзья, на самом деле, вот этот гриль, он стоял вот здесь на месте сундуков. Я все оборудование перенес, сюда поставил, ну, как бы поставил и поставил, и забыл. Потом у меня кончилось мясо, думаю, да, я пожарю сейчас. В общем, решил пожарить мяска. И вот это было самое интересное, друзья. У меня сгорело полдома, к чертовой матери. Гриль внутри, да, зажег мне абсолютно всю кухню. Я не знал вообще, что делать. Я давай швыряться вот этими бутылками, короче, которые, ну, воду, да, генерируют, так скажем. Она не тушит нифига, я Alt F4 нажал. Вроде это помогло, то есть на какое-то время пожар прекратился. Сейчас я буду рассказывать и попутно порубаю здесь вот эти деревья. Они реально забарят какие-то тараканы просто. Вроде помогло. Зашел в игру, но гриль-то у меня был зажжен. И получается, что зажженный гриль дает ровно тот же эффект по новой. Я опять из игры вышел. В общем, в какой-то момент захода в игру я умудрился. Гриль разрушить молотком, собрать с него там ресурсы, сколько он там стоит, не знаю. Вот. И сохранил, ну, половину кухни я сохранил. Но половина кухни выгорела. Сундуки сгорели, короче, много там, что сгорело. Главное, что сгорел пол, на который нужны гвозди. Блин, вот это самое обидное, потому что реально гвозди здесь очень тяжело даются. Я много времени провел за кадром. Играя сейчас я в процессе рассказа порублю вот это бревнышко. Заберу все барахлишко, и мы с вами продолжим заниматься чем-то новеньким. И интересным, что я запланировал в этой серии. Хорошо. И в итоге вынес гриль вот сюда, здесь он не горит. Пробовал ставить его на фундамент, он тогда начинает гореть фундамент. Фундамент не сгорает, да, не получает урона. Но я боюсь, что с фундаментом может переброситься огонь дальше. В итоге гриль у меня сейчас стоит вот здесь, такое вот импровизированное местечко. Сделал для него с подсветочкой ночью, посмотрим, как это все выглядит. Пол кухни я реально сжег. Крыша сгорела, там вот эти стены и сундуки там с барахлом, короче, все барахло, которое сюда перетаскал. Более-менее кухонной тематики, да, такой, все сгорело. Но в итоге домишко теперь у нас с вами имеется и вполне себе годный, классный, огромный особняк. Ну, а теперь, собственно, друзья, чем мы с вами займемся, да? Можете видеть, впереди какая-то непонятная штуковина построена, да? Что же это такое, спросите вы меня? А я вам расскажу, друзья. Это бассейн, ю-ху, но без воды. Пока искупаться в нем не получится, но мы с вами обязательно что-нибудь придумаем. Сегодня мы с вами, друзья, попробуем местный водопровод в действии. Как это все работает, что для этого нужно, чтобы это все работало. Но я уже часть ресурсов заготовил, наша задача только лишь пойти и скрафтить себе все необходимое. Значит, давайте мы сейчас скрафтим себе насос. Сам насос, но лихо мы с вами, смотрите, инвентарь замолотили, да, забили тут же. Давайте-ка часть бревен вот этих сбросим. Я думаю, что нам столько не нужно. Да, и часть, наверное, смолы. Смолы, по-моему, нам точно не нужно. Здесь у меня что? Не знаю, что сюда положим ядро. Здесь, короче, сборная солянка, всякое барахло совершенно непонятного назначения. Кстати, научился ловить ночью в бутылку светлячков. Ну, короче, не знаю, фаерфлай. Скорее всего, светлячок, я думаю, да? Они здесь летают, ночью подсвечиваются, их можно поймать в бутылку. Прикольная штука, конечно. Бутылки можно использовать для создания светильников, но мне что-то вот факелы как-то больше пока нравятся. Ну что ж, давайте начнем. Начнем с постройки насоса, водяной насос. Построили. Дальше нам нужен вот такой вот джанкшн, разветвитель. Скорее всего, я буду переводить по-своему. Потому что здесь, кстати, есть вот такой вариант. А есть вот такой вариант. В чем разница? Сплит эйр пайп. А эйр, слушай, воздушная система, да? Прикольно. То есть можно еще и воздухом снабдить, да? Прикольно, слушай. Я вот, честно говоря, с воздухом не заморачивался. Я не знаю, как это работает. Короче, это что-то связанное с водой. Я вот эти варианты не пробовал. Вот это тоже не пробовал. Я попробовал просто качать воду. Просто сам принцип, как здесь перекачивается вода. Дальше. Нам с вами нужно сейчас будет построить, помимо всего этого, еще кучу труп. Давайте сейчас сразу сделаем. Труп нужно будет много, поэтому делаем на все, а там разберемся, что к чему. Давайте сделаем еще. В крайнем случае их можно разрушить и получить назад свои ресурсы. И нам с вами нужно здесь же, да? А, сделать себе еще стены. Стены. Даже, по-моему, две. Минимум две нам нужно сделать, да. Пытаюсь сейчас вспомнить. Я, на самом деле, всю эту систему наладил, потом все разломал, чтобы сделать вместе с вами. Значит, смотрите, что касаемо бассейна. Я его специально разбил, потому что в итоге я его полностью налил. Но как-то я с вами хочу это все сделать, поэтому да, все разломал. Давайте мы, значит, сейчас возьмем вот эти вот две стеночки. Воткнем одну вот сюда. И одну вот сюда. Все. Колонны поставил на каждый стык, потому что без них, скорее всего, как я понял, вода протекает. Без дополнительных стенок внизу вода протекает. Первый запуск у меня был неудачный, вода потекла вниз. В общем, вот в таком виде это должно выглядеть. Но смотрится, конечно, классно, когда вода польется, друзья, это прям вот кайф вообще, офигенно. И мы потом вот отсюда попробуем, может быть, как-то протянуть воду, например, на грядки. Что из этого у нас получится и как это будет выглядеть, не знаю. А может быть, сделаем сегодня с вами такую грядку подводную, да, потому что вроде как, вроде как кое-что здесь должно расти под водой, как я понял. Потому что семена кораллов, когда высаживаешь в почву, даже пытаясь их полить бутылкой с водой, да, все равно они умирают почему-то. Но вот я там купил у торговца с подводной лодки нашего бравого капитана. Купил он несколько семян цветов, они сели идеально в землю. Причем в землю я сажаю вот по какому принципу, сейчас вам покажу. Просто выкапываю лунку, вот такую, и прямо в лунку сажаю. Сажаю цветочек, да, семечко-цветочко. Идеально, я считаю. Хорошо, давайте, значит, дальше двигаемся. Берем наш водяной насос. Берем разветвитель, берем трубы. Насос мы ставим вот сюда. Вот эта лужа у меня очень удачно здесь образовалась прямо по домам. Я не знаю, была она, скорее всего, тут все время. Но эта лужа бесконечная, друзья. Как я понимаю, полностью воду выкачать невозможно. Берем с вами насос и смотрим, куда у него, да, вот так вот должна выходить труба вверх. Но в то же время насос должен быть погружен в воду. Часть его должна быть в воде. Поэтому мы с вами как-то вот так вот его ставим, да. Вот так. Оп, все. Хорошо. Выглядит, конечно, мега классно, прикольно этот насос. Тем более, вот смотрите. Короче, сейчас мы все в барахло соберем, иначе просто по-другому не получится его включить. Мы его включаем, он начинает лить воду, да. Пошла волна, смотрите. Пошел процесс заполняться. Он сам себя, короче, заполняет. Но нет, здесь это не до бесконечности, потому что вода в итоге начинает переливаться вот сюда. Короче, здесь куча бутылок этих. Давайте соберем и давайте выключать насос. То есть перевели ручку в обратную сторону, он, по идее, будет качать обратно. Не знаю, как это работает. Ну, ладно, будем сейчас разбираться. Давайте, значит, берем трубы и начинаем прокладывать трубы. Вот, как раз. Будем их прокладывать вот туда вверх. Причем, смотрите, они с подставочкой. Блин, офигенно выглядят на самом деле. Очень классно. Мы их сейчас доведем вот сюда. Вот сюда. Теперь повернем. А может быть даже доведем еще вот сюда. Теперь нам с вами нужна вертикальная труба. Здесь есть вариант второй, да. Вот вертикальная труба. А вот сейчас надо подумать, потому что я бы хотел каким-то макаром подключить наши вот эти вот станки. Для этого, да, для этого нужно как-то покумекать. Ладно, давайте пока делаем так. Теперь. Так, 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 нет. Вот. Вот такой вот вариант нам нужен. В общем, здесь еще и Q задействован для того, чтобы поворачивать трубу. То есть вот так вот идем. Нам нужно выйти четко в центр нашего бассейна. У меня уже, в принципе, здесь все рассчитано. Остается только это все дело красиво замудрить. Так, поворачиваем. Насос. Но насос, блин, надо как-то так повернуть, друзья, чтобы... У нас была вот такая вот возможность, да. Давайте посмотрим, что у нас получается. Ну, в принципе, да. Мы можем потом выйти туда, куда нам нужно. Одной трубы нам не хватило, но это ерунда. Мы сейчас закрафтим. Я хочу часть воды пустить все-таки в свое оборудование. Посмотреть, что это такое и с чем это едят. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что нам нужно для труб. А нам нужны палочки и бамбук. Вроде все это дело у нас должно быть. Так, палочки берем. И бамбук тоже. Хорошо. У меня куча всякого вот барахла такого вот, типа ракушки какие-то. Но это я сейчас насобирал, на самом деле. Мне как бы столько всего этого дела не надо. Поэтому дайте-ка я просто спешно это выброшу вот сюда. Сейчас примерно распределю. Карты сокровищ. Говорят, карты сокровищ можно сдать торговцу. Может быть так с вами и сделаем. Я на самом деле за кадром, друзья, еще и построил пристань, да. Причал и лодку. И сплавал даже на близлежащие острова. Давайте покажу. Открыл вот этот остров. Здесь у нас находится деревушка торговцев. Там можно получить задание. Открыл бухту скелетов. Никаких скелетов там нет. Она просто так называется. Ну и в общем все. На самом деле это два тропических острова. Этот и вот этот. И делать там по сути нечего. Потому что мне нужны камни. Камни на своем острове я по-моему добыл полностью, как мне кажется. Так, вот это вот сейчас еще мы сбросим. Кстати, кристаллы тоже можно сбросить. Они нам пока не нужны. И веточки. Хорошо. А вот сюда давайте пока вот это барахло выкинем. Не хочу, чтобы наметать был захламлен. Не люблю так. Давайте делаем еще несколько труб. Пускай будет семь. Если что, мы с вами что-нибудь с ними придумаем. Так. И вот сюда нам нужно одну трубу. А даже не одну, а скорее всего две. Чтобы это красиво. Да вылез ты из фундамента, друг мой. Че ты там застреваешь? Давайте ставим вот сюда. Нет. Еще одна труба. Это наверное будет лишнее. Интересно. А если мы с вами возьмем вариант вот такой? Ладно, давайте не будем пока мудрить. Потом, если что, помудрим. Посмотрим, как это будет выглядеть. Так. И все же. Все же я бы хотел сейчас проверить вот что. То есть как мы можем подключиться вот сюда. Да, мы можем туда повернуть. Отлично. Мы можем туда повернуть. А это значит, что мы можем подключить наше оборудование ко всей этой системе чудесной. Но может быть именно эту трубу я зря так поставил. Здесь по идее еще вроде как есть возможность переключаться. Ну кстати, наверное нам эту трубу нужно сейчас разломать. Иначе у нас вода потечет прямо в дом. А нам это вроде как не очень нужно пока что. По-моему пока труба не подключена, вода не потечет. Насколько. А, вот смотрите, да. Можем переводить туда или туда. Воу. А вот это классно. Вот это классно. Значит мы пока ставим вот сюда. Сейчас давайте... Так, что-то надо молоток убрать. Сейчас давайте, наверное, какое-то время я вам покажу ночной домик. Как это все красиво выглядит. В свете факелов. Обалденно, да? Круто. Палисадничек, кстати, да. До него что-то я как-то не дошел. Побегал возле него и даже не похвалился. Что палисадничек построил. Но я про него говорил. Да, в начале. Вот, калиточка здесь. И вот здесь вот у меня цветочки. Смотрите, уже подрастают. Милые, красивые цветочки. Попробуем им сегодня наладить здесь какой-то полив. Как это будет выглядеть, я не знаю. Но может быть что-то из этого получится. По идее у нас уже рассвет. Ну да, в скорости будет. Потихонечку уже приходит солнышко. Давайте, наверное, сейчас перекусим. И может быть что-то пойдем приготовим себе на гриле, например. Для того, чтобы, да. Посмотреть, как это все красиво работает у меня. Берем немножко дерева. Давайте возьмем сырого мяса. По-моему, где-то здесь у меня оно лежит. Либо я его... Нет, я его все-таки пережарил. Ну, ладно, неважно. Давайте просто зажжем. Зажжем этим утром гриль. Просто вот так вот. Посмотрим, как это выглядит со стороны. Вот такое вот местечко здесь. Ничего не загорается. Все идеально работает. Офигенно, классно. Мне все нравится. Сундучок тоже не горит. Давайте деревце выложим. Правый клик подсказали в комментариях. Работает. Но до этого, друзья, я догадался уже раньше. До правого клика. Часто случайно ткнул. И получилось так, что да. И вот такие вот милые цветочки. Не знаю, на какой стадии. И что с ними можно делать. Но что-то полезное в палисадник пока не получается. Посадить вот только такие цветы. Ну что ж, друзья, идем. Пробный запуск нашего насоса. Давайте посмотрим, что у нас получится в итоге. И, внимание. Вода пошла, друзья. Пошла родимая водица. Ну-ка, посмотрим, как этот процесс у нас идет. Насосик качает. Причем, по-моему, осушить эту лужу он вроде бы не может. Я вот примерно до такого состояния налил. Потом тормознул. Я понял, что вода нальется в итоге полностью. Тормознул и как бы все. Разрушил стенку. Вода туда вытекла обратно. Но лужа, по-моему, не изменилась. Вроде бы какой она была, такой и осталось. Ну-ка, можно искупаться? Ну да, слушай, смотри. Свой бассейн, друзья. Правда, вылезать из него, блин, очень тяжело. На самом деле. Да, надо бы лестницу построить с той стороны. Так, ну что, погнали вырубать. Слишком много нам не нужно, а то польется обратно. Все, вот так вот ставим. Выключаем пока. Теперь, по идее, мы с вами можем из этого бассейна брать воду, да? И куда-то там распределять на грядки, например. Сделать здесь такой вот водопровод. Вот, по земле проложить, да? Ну, это мысль, кстати. Но, друзья, я бы хотел сделать что-то типа подводной грядки. Меня мучает вопрос все-таки, как здесь выращивать те же кораллы, например. Есть у меня одна мыслишка, что выращиваются они под водой. То есть нам нужно залить водой и потом посадить. Ну и давайте, конечно же, похвалюсь вам своим корабликом. Своим классным маленьким корабликом, на котором я тут и сплавал просто все вокруг. Но плавать долго, друзья. Долго и тяжело. Надоедает очень быстро все это дело. Потому что если ветер попутно не ловишь, то очень долго приходится плыть. Кораблик потихонечку уплывает, но мы сейчас попробуем его достать и загнать обратно. Заодно я вам покажу, как это все дело работает. Вот так вот на лодочку заходим. Подходим вот здесь. Здесь у нас руль стоит. И ловим попутный ветер в харю и вперед. Вот примерно так. Может быть, сплаваем в деревушку. Вон она, кстати, впереди виднеется, эта деревушка. Но давайте пока вернемся. Такой пробный заплыв сделаем на лодочке. Красиво. И поставим ее опять в док, потому что она что-то решила, да, что-то решила отсюда уплыть. А мне это не очень нравится. Парус вперед-назад, получается, он натягивается и спускается до определенного состояния. И можно рулить вот так вот аккуратненько. Этот док на самом деле неспроста. То есть здесь можно лодочкой управлять. То есть можно, например, там вешать на нее какие-то штуки. Я сделал в итоге двигатель. Да, не знаю, где он, по-моему, где-то на базе лежит. Давайте вот сюда ядра положим. Пригодятся. Здесь можно делать что? Оружие. Баллиста. Баллиста-шот. Кэнон-балл. То есть это ядра для пушки, да? Дальше. Можно делать какой-то крюк. Это двигатель. Мотор, но он потребляет, по-моему, кристаллы, как я понял. Можно делать броню. Репейр-кит. Это набор для ремонта лодки, да? Ее, по идее, можно здесь назвать, там как-то перекрасить, но, по-моему, то ли это недоступно пока в игре, то ли я пока не разобрался, как. Праймари-колор, видите, да, трим-колор. Но пока это все не меняется. И только один класс лодки, это вот такой эксплорер. Вот что нужно по ресурсам. 16 гвоздей, 6 смолы, 18 водорослей, и 24 доски. Деревянных доски, которые делаются у нас из сосны, да, насколько я помню. Вот эти вот классы титан, спешл класс, виндикатор, вот этот, это пока еще недоступно. Доступен обычный парусник. Но и то, в принципе, с ним можно сделать много чего интересного. Например, сделать ему пушку, да? Где у нас пушка? Вот она. 150 explosion damage, да? А, нет, это не то. Это не пушка. В общем, где-то, друзья, где-то можно то ли купить пушку, то ли сделать пушку. А, сделать пушку можно на базе. Все, вспомнил. Вот такой вот милый кораблик. Но, честно говоря, друзья, какой-то практической пользы я не нашел, потому что везде, где я плавал, нет чертовых камней, будь они прокляты. Я у себя на острове, по-моему, собрал все камни, которые которые тут есть. Руду я точно всю собрал. Камни еще где-то попадаются, ну, в частности, там, где сидит здоровяк, огромный гигант, которого мы никак не можем победить. Но, может быть, сходим и попробуем победить. А вот, собственно, да, смотрите, наш бассейн. Водичка нисколько не ушла, не упала. Это значит, что у нас с вами все работает. Собственно, что и требовалось доказать. Все работает, все отлично. Кстати, а что у меня в этих сундуках? А, смотри, кто, да? Я и не знал, что у меня тут тоже что-то есть. 15. Ух ты, ничего себе. Ничего себе, чего себе. А у нас где-то здесь вроде бы... Нет, не здесь, а вот здесь у нас оружие, да, всякое разное. Да. Баллиста, смотри. кокосовая бомба. Кокосовая бомба. 25 дамага. Слушай, у меня парочка таких цветочков есть, друзья. Парочка, да, имеется. Кстати, мне подбросили еще лук. Анаптаниум. Анаптаниума в игре нет. Поэтому она называется Анаптаниум. Мне в комментариях дали ремарку на эту тему, что такое Анаптаниум. Мне на одном из островов подбросили рецептик вот этих стрел. Что-то там тоже надо сделать. Квестов набрал кучу, но не разбирался, потому что все на английском как-то, да и некогда было на самом деле по квестам ходить. Так, хорошо, хорошо. Я почему-то думал, что где-то здесь мы сможем с вами сделать пушку. Но пушку точно можно купить. Я видел ее в продаже, но она какая-то кристальная, дорогая, какая-то пушка была. Ладно, это не важно. Сейчас я все-таки хочу попробовать подключить все наши вот эти вот дела. Поэтому вот это дело мы с вами сейчас вот так вот ломаем. Да. Дальше вот это дело мы с вами ломаем. Ресурсы у нас остаются, так что ничего страшного. Это ломаем. Хорошо. Сейчас мы будем с вами дальше прокладывать трубы. Ну, а почему вот сюда не лепится? А, вот лепится, да? Угу, входит. Замечательно входит, я считаю. Вопрос только на том ли уровне оно входит, на котором мне нужно. И сейчас бы нам желательно бы, наверное, еще один разветвитель, а значит нам нужен, да, нам нужен верстак. Берем верстак и ставим куда-нибудь. Кстати, как он подключается к трубе? Честно говоря, непонятно. А вообще нужно ли верстак подключать? Хороший вопрос. Как это все дело вообще подключается? Ну, допустим, да, допустим. У верстака есть вход для трубы. Давайте просто вот ради эксперимента сейчас попробуем понять, как это должно работать. вот. Опа. Это интересно. Значит, верстачок подключить можно, да? Ну, знаете, тут такой смысл, что подключить-то его можно, а вот а то есть оно автоматически прилипает, до трубы. Видите? Оп, оно само. Меняешь варианты, оно само к трубе прилипает. Хорошо, это мы сейчас учтем. И сюда нужно будет как-то нам вывести немножко по-другому. Мне не совсем нравится именно так, поэтому мы сделаем с вами по-другому. Давайте мы, значит, вот эту трубу все-таки разрушим. Мы обязательно все сейчас вернем обратно. Хочу немножко покумекать, как это все дело красиво провернуть, чтобы все было подключено в итоге. В общем, друзья, очень долго здесь сейчас провозился, думал, как тут все это дело лучше провести все эти трубы. В итоге получился такой у меня тут водопровод. Я не знаю, позавидую даже современные сантехники. Ну что уж, давайте установим последнюю кузницу. Не знаю уж, насколько все это дело будет работать. Деревья тем временем, друзья, просто смотрите, они ломятся. Они ломятся сюда просто. Я не знаю, какой-то армии. Я не знаю, что будет дальше происходить. Но вот сколько времени я тут возился, вот эти деревья, посмотрите, за это время подошли насколько вплотную. Помните, как мы с вами начинали эту серию, да? И где были эти деревья? Хорошо, давайте ставим последнюю кузницу. Честно говоря, провозился очень долго. Кажется, что по-светлому я распрощался и по-светлому включился. На самом деле, прошли, наверное, сутки, мне кажется, здесь за это время. Так, ну и вот, собственно, вот эти. И вот сейчас, по идее, я должен соединить вот этот. Блин, не знаю, как это сделать, отсюда это не делается, может быть. Вот. Только нам нужен вот, вот. Вот так вот. По идее, друзья, сейчас должно все заработать. Давайте посмотрим, куда повернут этот кран. А, он повернут на верстак, да? Переключим его на кузницу. Нет, хотя давайте переключим на верстак. Зачем нам, собственно, кузница? Здесь у нас на бассейн включен кран, да? Давайте повернем его тоже на порог. Блин, тут что-нибудь надо построить, что-то типа лесенки такой, чтобы было удобно не в прыжке это все дело делать. Ну что ж, погнали включать. Я в итоге два насоса, друзья, здесь построил, потому что один насос что-то никак у меня там не сходилось. Как это все дело лучше распределить? Ну что, врубаем насосы и смотрим, что у нас тут в итоге получилось. И для чего вообще нам это все было нужно? Смотри, что творится. Смотри, что творится. Они ломятся прямо сюда. Просто чертовы тараканы. Но, с другой стороны, друзья, дом у нас будет прямо в лесу. Приходите в мой дом, мои двери открыты. Смотри, что делается. Это жесть полная. Не знаю, что будет дальше просто. Скорее всего, зайти не смогу. Смотрим. Верстак. Какие преимущества получил у нас верстак? Да, смотрите, у него появился значок, что он подключен к воде. И теперь мы с вами здесь можем делать что? Кстати, лук. Надо бы сделать, хоть попробовать, как это, как это дело работает. Так, я не знаю, что мы здесь с вами можем делать. Цветочки, например, да? В общем, верстаку вода не нужна. подключение есть, но для чего это нужно непонятно. Далее, смотрим, что у нас здесь. Здесь, по идее, мы с вами сейчас можем крафтить без... А, как много. Вот как, смотрите, да, вот для этого нужна была вода, чтобы была возможность крафтить количество. А здесь у нас почему-то не работает. А, потому что вентиль не туда повернут, да? Правильно, на верстак повернут. Хорошо, а если мы переключим вот сюда? Потому что верстаку, как мы с вами поняли, вода не нужна. То ли они на воду идут, то ли что, я не знаю, что будет дальше. Дом мне, наверное, порушит, гады. Но сейчас просто рубить их неохота. Смотрим, да, кузница подключена у нас к воде. Какие-то нам дают преимущества, пока непонятно, скорее всего, никаких. Ну что ж, давайте с вами, знаете, что сделаем? С крафтингом мы с вами лук. Вот. И попробуем, может быть, сгонять на того великана огромного. Попробуем его затрепать. Для лука нам нужен бамбук. У нас 9 есть, водоросли есть, смола есть. Нам нужен один бамбучок. Бамбучочек, бамбучок. Хорошо. Давайте. С луком я ни разу не ходил, я знать не знаю, как он работает. Вот, собственно, и будем разбираться. Давайте молоток дать сюда. В итоге, смотри, проголодался наш бедолага. Давайте сейчас влупим на все деньги сразу. Накупим стейков. Вообще, конечно, можно все эти трубы грамотно развести по уму, но вот бассейн меня радует, конечно, больше всего, потому что это прям вот она вода. Это здесь она где-то там в верстаках льется, да, в кузницах, а в бассейне того, но нам можно хоть сейчас так, хорошо, и нам нужны будут стрелы, да, стрелы делаются ешкин кот, что-то тут много всего надо. Короче, нужны будут водоросли, палочки, камни и перья, но много стрел мы не сделаем. Это я вам сразу скажу, потому что перьев у меня немного. Давайте тогда вот так вот сделаем, потом все это дело уберем, естественно, даже часть сейчас уберем. Так, хорошо, сюда. Дерево вроде бы не нужно было, да? Вроде бы нет. давайте наделаем стрел себе. А, перья, да, 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 точно, точно. Ну, 17 перьев, друзья, все-таки. 17 перьев тоже хорошо. Это лучше, чем ничего. А, смотрите, да, нет воды. Ну, в смысле, вода есть, но мы перевели с вами вот сюда. Давайте попробуем перевести обратно. Оп, на верстак, да? Хорошо. И сейчас мы сможем крафтить именно количество, да, да, давай, на все. 25. нет, не можешь. А сколько ты можешь, прости? Одну стрелу? Ну, давай. Подожди, а, водоросли, блин, думаю, все же было. Какого черта? Какого черта так мало крафтишь? водоросли? нужны, точно. Так, ну, а сейчас сколько ты можешь? Давай, гуляем на сколько? На 7. Слушай, ну, вот это классно. Так крафтить, да, так крафтить круто. Ничего не скажешь. Так, смотрим, а чего нам не хватает перьев, да? Ну, собственно, по перьям у нас с вами затычка, перьев у нас просто нет больше. Все, выкладываем тогда все барахло, вот это. Сейчас я еще заберу стрелы, которые хорошие. Мне дали где-то там на острове, на чудесном. Они у меня, по-моему, вот здесь лежат, вот 10 стрел, смотри. Прикольно. Не знаю, правда, какими мы будем пользоваться. Это интересно. Гвоздей, кстати, накупил, не накрафтил, накупил, потому что они стоят что-то там фигню. В итоге у меня в какой-то момент было полтысячи вот этих осколков, я продавал дерево здесь, плавал на тот рынок, может быть мы еще одну серию запилим с вами чисто вот такую мореплавательскую, посмотрим как тут чего обстоит дела с плаванием. Так, давайте смолу тоже уберем, кстати, смолы столько, что можно реально ее продавать. В комментариях рекомендуют продавай, но мы посмотрим. Может быть будем, может быть нет. Вот я сейчас ничего не буду делать с этими деревьями, мне просто интересно посмотреть, что в итоге произойдет. Как тут мои цветочки поживают? Пока вроде бы растут, да? Неплохо бы полив сюда организовать, если это требуется. Чертовы деревья просто устроили мне хижину в лесу здесь. Интересно. Кстати, а давайте, знаете, вот что посмотрим, пусть даже ночью. Что будет, если мы с вами включим насос? А, он включен, да? То есть нам нужно перевезти на бассейн. Что будет, если он начнет переливать? Что произойдет? Вот сколько? Да, все, вот походу уже пошел выливать он за края, да, вот здесь он начинает мокреть вокруг бассейна. Это значит, что вода вот уже здесь просачивается. Ну, больше, чем бассейн, конечно же, он не нальет, больше, чем положено. А, подожди, так давай мы, наверное, вот здесь вот будем, там у нас пусть все работает, а здесь мы переключим, да, чтобы в бассейн не велось. Все, отлично. Так, давайте мы вот с вами еще что сделаем. Мне бы не помешал обычный рядовой факел, да, факел, какашки, смола, палочка, водоросли, все есть. Давайте берем водоросли, палочки, какашки, смола, по-моему, есть вот здесь, да, какашки, смола, хорошо. Обычный факел, просто чтобы был, вот сейчас ночью, если пойдем, хотя уже вроде как утро наступает, да, но ничего, неважно, факел у нас уже есть, уже хорошо. Перышко выкладываем, это выкладываем, все, в общем-то, пойдем, наверное, как мы сейчас натрепим того здорового великана, потому что он стоит как раз на моих камнях, которые мне нужны. вот так вот сделаем, все. Это нам с вами нужно вот сюда. Давайте, кстати, затестим факел, как он у нас будет с вами светить, гореть. Неплохо, неплохо, вполне нормально. Смотри, там стена деревьев, просто они щемят на мой дом, все хотят пожить в этом шикарном особняке, который, зацените, как светится, давайте факел сейчас уберу. Смотрите, как светится, да, офигенно. Кстати, как из лука стрелять? Ага, понятно, натягиваем пулями. Красиво, да? Царский особняк у нас с вами получился, здорово. Погнали. По идее, я, наверное, кувалду его разложу. Я научился воевать с этими големами, вообще ничего сложного. Изи, ребята, просто. Главное, не суетиться. Без суеты подбежал, ударил, отбежал, подождал, когда он махнет, подбежал, ударил, и так, пока не затюкаешь его полностью. Просто изи, парень. Свинок не трогаю, потому что свинки приносят вот эти вот дорогущие какашечки. Они падают по одной, по две. И я уже там под сорокет насобирал, с учетом того, сколько я потратил. Насобирал я, конечно, их куда больше. Вот тут еще слизень. А, вот он, встал, да, здоровяк. Ну что здоровяк? В лунном сиянии, как говорится, ночь серебрится. Поехали. Ульк? Один, да? Прекрасно. Пульк? По одному мы тебе, братан, будем ковырять до утра. А вот и утро. Он еще каким-то образом вызывает воду. Будет пуляться камнями, но это и выйдет не сложно. Вот, смотрите. Бум, пошла вода. Зато он слизняка вот этого развалил. Не, ну так мы его, наверное, не завалим. Я думаю, что это даже бессмысленно, наверное, ковырять его по единичке. Потому что у него там что-то, судя по полоске, какой-то гигантский запас здоровья. С учетом того, что мы еще и пропускаем удары. Давайте популяем все стрелы, а какая разница? Ну, потратим и потратим. Курочки я потом найду, если что. Хотя, друзья, по сути, здесь как бы контент заканчивается, потому что многого в игре попросту еще нет. Выживать здесь интересно, да, можно было бы дальше, например, но как-то вот не знаю, особо нечего здесь делать. жесть. Слушай, вот это ты дал мне в щи, друг. Че-то я не проконтролировал. А, кстати, смотри, он куда-то пробивается получше. Крыса щемится. А, плюс один, плюс один, плюс один. Да, его просто так вообще не завалить, смотри. Минус пять, да? Он тут же восстанавливает все здоровье, смотри, прикол. Ну, в принципе, давайте попробуем, может быть, этими кристальными стрелами, я не знаю. Сломал дерево, да, в итоге? Нет, мы определенно так его не затюкаем. Может быть, попробуем молотком его забодать. Забодай меня, комар. А, не-не-не-не-не-не, все, друзья, давайте-ка валить отсюда. Мне кажется, ой, сейчас будет больно. Да, определенно, парень, он нам не по зубам. Ну, что ж, мы, как говорится, обозначили позицию, да? Чтобы ты просто был в курсе, если что, вот, ну, как бы, я здесь главный просто, ну, я в следующий раз, я тебе устрою, имею в виду. Вообще-то, главный тут я, так что, чтоб даже не пищал тут, у меня в землях. Вот такой вот он здоровяк. Не знаю, из чего его валить, скорее всего, из пушки расстреливать, потому что, ну, так просто онрел. Лихо он меня затрепал. Чертовы деревья, а, смотри. Устроили вообще какой-то беспредел здесь совершенно. Ладно, на, давайте вот как. У нас есть еще, наверное, какое-то время. Давайте-ка быстренько мы с вами кое-что придумаем. Кое-что придумаем, кое-что построим. Возьмем наши все камни и сделаем небольшую такую грядочку подводную, так скажем. Посмотрим, что из этого получится. Как-то вроде я хотел и вроде как потом забыл, а сейчас вот вспомнил. Так, хорошо. Вода подключена, давайте сколько нам нужно? Давайте пять стен. Вот так вот, лихо, быстро, шикарно. Чик-чик-чик и готово. Хорошо. Значит, пять стеночек, да, у нас с вами есть. Но, если это будет грядочка, значит, мы ее сделаем небольшого размера, да, где-нибудь вот здесь. Трубы мы дотянем. Да? Да, давайте вот недалеко от палисадничка вот так вот. Оп. Оп. Камней, возможно, не хватит. Вот пять стенок, смотрите. Раз и нет стенок. А камней нам определенно не хватит, друзья, потому что... Ммм, да. Сколько у нас остается? Ну, немного на самом деле. А добывать их, по сути, на этом острове уже больше негде. В общем, лук, как бы как лук, но я, пожалуй, его выложу. Что-то как-то это. А, по пять мы, наверное, наносили вот этими, да, да, вот этими стрелами. В какой-то момент, скорее всего, мы начали ими стрелять. Ну, что-то такое себе на самом деле. Вот мясо заканчивается, это другой разговор. Это проблемы насущные, как говорится, а все остальное так себе. Давайте, значит, сколько там нам нужно? Одно так и две вот так, да, то есть еще минимум три стены нам нужно. И это не факт, друзья, возможно, нужны будут еще и колонны. Давай, три стены делай. И давай сделай четыре колонны. Да, на всякий случай я их сделаю. Все, друзья, камни кончились. Камней больше нет. Как дальше выживать будем, без понятия. А, в итоге я, получается, да, я хотел чуть больше сделать. Ну, в принципе, как, чуть больше, если у нас больше, больше нету. Такая вот история. Так, давайте вот так вот сделаем сейчас. Ну, тогда мы совсем, совсем маленькую сделаем грядочку. Да подожди, ну все, все выбрал, все, что мне не надо. Ты выбрал, братан, теперь выбери то, что мне надо. Вот так, вот так, и вот так. Хорошо. Поставим на всякий случай вот сюда сейчас колонны. Может быть, здесь будет протекать вода? По идее, не должна. А, блин, да, смотрите, нам нужно вниз, получается, поддержку делать, иначе там и попросту сюда не воткнем. Ну ладно, понадеемся, что не будет протекать. Давайте из этого исходить. Будем думать, что протекать не будет. Дальше тогда. Нам нужны трубы, бамбук и палки. Берем. А бамбука, кстати, не так много, но его тратится тоже немного. Да, блин. Бамбук и палки. Хорошо. Давайте строим. Делаем вот эти water pipe. Да я не знаю, сколько, давайте 10. Хорошо. Здесь у нас что-нибудь осталось. Разветвитель, да? Сейчас хочу понять, просто откуда взять. Откуда взять, чтобы это дело все нормально шло? Ну по идее, по идее бы вот сюда поставить разветвитель нужно было бы, да? Либо А, блин, задачка, слушай, еще. Задачка небольшая. Ладно, верстаку, конечно, да, нужно, но мы у него заберем пока временно вот эту возможность. А, и вода полилась тут же, смотри, нужно выключать. Хотя бы переведем, давайте. Нет, стоп, что я делаю? Не то. Трагоценная вода уходит. Опа, вот эту трубу тоже ломаем. Значит, давайте пока проводить. Да, потом я, если что, что-нибудь придумаю. А может быть и не буду. Он, кстати, крутится, видите, на этом, да, что, видимо, подключена вода. Да, сигнализирует нам об этом. Хорошо. Ой, слушай, как здорово, прям в притирочку к домику это все красиво идет. Прям душа радуется, когда все красиво. Ой, прям вообще. Ну, скорее всего, тут по-другому не получится, поэтому, да. оп, вот, 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 вот то, что нам нужно с вами. Кстати, а мы можем сделать еще красивее, да, а давайте сделаем прям совсем-совсем красиво. Так, как там? А, ну, нам нужно справа вот эту, разломать? Да не эту, блин! Ой, ё-моё, строительство здешнее, друзья, это просто божественная вещь. Офигенная. Кстати, а если мы? Да, нам же нужно кое-что сделать заранее. Мы потом будем кораллы сажать, если... У нас нет лунок. Короче, не знаю, что это будет, друзья. Это будет какой-то эпик, наверное, я думаю. Давайте вот так вот штучек там сколько-нибудь, шесть, сделаем этих лунок, да? Все, вот так вот. Значит, нам нужны еще трубы и еще стена нужна. Нужно стену вернуть обратно. Значит, стена, вот она, трубы. Давайте еще пять сделаем, хорошо. Стена. Вот она. И давайте трубы сделаем. вот так хотел бы я и... Ну, не знаю, на самом деле, так вот можно пустить, да, ее трубу. А можно... А пускай льется, в принципе. А что, какая разница-то? Прямо в центр, да, втекает. Кстати, а что там? А, там вот эти лунки пропадают, да? Да, смотри. Прикол. Ну, то есть, когда здесь будет вода, мы, наверное, выкопать не сможем ничего уже. Блин, обидно. Ладно, давайте, не знаю, что-нибудь уже делать, потому что, да, что-то мысль моя затянулась слишком сильно. Хотел попробовать вот эту штуку посадить. Не знаю, что из этого выйдет. И возможно ли вообще ее посадить? Тоже не знаю. Значит, нам нужно пустить воду вот сюда. Ну, мы уже, наверное, ничего не выкопаем, да? Нет, выкопали, смотри, и попробуем семечко посадить. Вот, оба. Нет, оно все равно почему-то умирает. То есть, видимо, это по-любому нужно на грядки сажать. И вода, кстати, сочится, да, смотрите. Ну, потому что, видимо, ее слишком много. Давайте пойдем сейчас выключим, посмотрим, вытекает ли она оттуда. Команчик-то пришел? Привет, дорогой. Где эти тут ванну построил? Но, друзья, коралл, блин, он растет, он перестал умирать. Конечно, получилось в итоге у нас глубоко, потому что собирать его оттуда будет, ну, не очень удобно. Но, тем не менее, он там прижился, смотри. А можем копнуть, кстати? Да, можем, по идее, если мы... если мы бросим сюда желтую бутылку, то, по идее, сможем. Но, это так, это задумки, как бы, на ходу. На ходу лепил, как говорится, горбатого. Не знаю, что из этого вышло, но, тем не менее, коралл живет. Значит, их, по идее, можно посадить, да? Пока они умирают, можно включить воду. И они выживут. Только зачем это все надо? Вопрос, друзья. Совершенно не знаю, для чего это нужно мне. Потому что эти кораллы, вон, пошел, да, на берегу нарубил, например. Если бы они что-то плодоносили, да, какой-то определенный ресурс, там, редкий, который нельзя вот получить так, в дикой природе, тогда да. Кстати, что у нас цветочки дают? Цветочки дают одно семечко. То есть, они, походу, чисто для красоты здесь. Кстати, вот примерно таким образом происходит посадка цветов. Раз, выкопали кристаллик, взяли семечко, оп, посадили цветочек. Все. Можно, наверное, сажать их и в такие грядки, которые строятся, как фундамент, но что-то мне эта сама концепция не по нраву пришлась. Что-то я не оценил. Вода, кстати, не, а может быть и утекает, да, через вот эти вот недостроенные, где нет колонн. А может быть и нет. Факт в том, что в бассейне вода полностью у нас с вами. Можно рыбу запускать, плавать, купаться здесь. Отлично. Ну, в общем, друзья, вот такая вот эта игра. Не знаю, пишите в комментариях, если хотите, я еще, может быть, серию запилю по поводу мэри плавания, но скажу вам так, что оно скучноватое, друзья, потому что в море, ну как, биться есть с кем, да, но у нас нет чем воевать, да, у нас нет пушек, не с чего толком пострелять. Это все можно купить, конечно, но опять же, надо фармить, продавать, торговать и так далее. Близ, лежащие вот эти вот острова, здесь мы с вами были, вот эти два острова я открыл. Ну, на самом деле, ничего интересного. Там есть торгаши, просто можно купить, в принципе, все то, что можно добыть, можно купить у них. Но за вот эти вот осколки. По вот этим квестам идти, честно, я не знаю, есть ли в этом какой-то большой смысл, потому что, ну, желательно, конечно бы, очень хорошо знать английский. Вот, потому что пока эти квесты, ну, как-то так, мне даются немножко с трудом. Не все я в них понимаю, не все знаю. Ну, что касаемо моего любимого аспекта выживания, это строительство, я, по-моему, отработал, мне кажется, на все столы, посмотрели почти все, что есть в этой игре, даже полисадник я и тот намутил. Деревья продолжают наступать, продолжают хаотично там перемещаться, куда они в итоге придут, я не знаю, опять придется вырубать всю эту поляну, к черту. Но на самом деле, это пора бы сделать, потому что, да, они тут реально уже портят и обзор, и все такое. Но пока игра вот такая, если она будет продолжать развиваться, будут дополнения, что-то еще, мы с вами посмотрим дальше. По идее, здесь можно и с титанами воевать, и корабли строить, и много всего интересного в игре есть, но пока очень многое закрыто, просто-напросто. Видимо, будущее обновление нам принесут какой-то новый контент. Ну что ж, будем слегка следить за игрой, пишите в комментариях, если хотите посмотреть на мореплавание. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что посмотрели это видео, если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментарии обязательно пишите, советы, предложения, пожелания. Увидимся в следующей серии, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok